Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Как происходит корректировка коммунальных платежей за отопление, кто и как ее осуществляет, ремонт кровель, какие дома в Самаре будут отремонтированы в первую очередь, ну и рейтинг управляющих компаний, как выбрать добросовестную УК. Сегодня на эту тему в прямом эфире я говорю с моим гостем в студии Виктор Иванович Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Ну и мы традиционно работаем в прямом эфире 202-11-22, уважаемые телезрители, по теме ЖКХ. Сегодня, здесь и сейчас принимаем ваши вопросы, дозванивайтесь, пожалуйста, анонсирую еще раз телефоны 202-11-22. Виктор Иванович, ну а начать наш прямой эфир мне хотелось бы с новостей по общедомовым тепловым счетчикам. В прошлом эфир мы общались как раз на эту тему. Какая общая ситуация сейчас в городе? Ну, те счетчики, которые Т-плюс установила, значит, за них собственники платят. Значит, следующая установка общедомовых приборов учета начнется с 1 июля. Список домов, в которых Т-плюс будет устанавливать общедомовые приборы учета, они должны разместить на сайте, на своем. И как это появится, мы сразу доведем эту информацию до жителей. Я думаю, всем будет интересно, в каких домах они будут ставить приборы учета. Ну, да, вот про эту альтернативу как раз хотелось спросить. Ну, вот они ставят эти приборы учета с 1 июля. Да, то есть до 1 июля собственники имеют возможность найти подрядную организацию и заключить с ней договор уже на своих условиях по установке данного прибора учета. То есть это может быть дешевле, это может быть быстрее, ну, или эффективнее. Здесь нужно смотреть, договариваться, все, конечно, естественно, прочитать. Виктор Иванович, ну, а у нас первый звонок. Давайте. Алло, мы слышим вас очень внимательно. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот сейчас получилось так, что, да, пришла с работы и смотрю в прямом эфире. Добрый вечер вам. Спасибо. Добрый вечер, здоровья. Спасибо. Здравствуйте. Ну, вот у меня, да, я живу одна, ну, как бы не живу, ну, прописана одна в знакомстве своей квартиры на Старозагор 8267. Смотрите, у меня всегда, я не знаю, по существу вопрос, но, наверное, по существу, вот в комнате хорошая, батарея теплая, все замечательно, и действительно мы перешли, вот, да, на ТТССБ+. А на кухне у меня всегда ледяные батареи, ну, всегда, я варюсь, варюсь, звоню в это управление, а тут ничего не надо никому. А сейчас, когда на той неделе, в четверг, как включали, у нас горячее водоотопление, у нас не было, да, там, ну, авария, наверное, на ТТС была, ладно, я согласна, все сделала, все хорошо. До сих пор в ванной комнате, до сих пор ледяной вот это полотенце в сушите, и никому ничего не надо. Ясно, спасибо, я так поняла, что обращались в свою управляющую компанию, реакции ноль, мы как раз попозже поговорим об управляющей компании и рейтинге, ну, а тем не менее, Виктор Иванович, что делать, как быть, если управляющий не реагирует? Смотрите, ситуация такая, на сегодня основная масса домов перешла на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, то есть за поставку тепловой энергии, холодной, горячей воды, электроэнергии, газа мы платим напрямую ресурсникам. Так вот, ресурсники отвечают за поставку коммунального ресурса до дома, то есть до фасада дома или до прибора учета. Все. Вот дальше отвечает управляющая компания. То есть в данной ситуации, скорее всего, просто не отрегулирована система. За это отвечает управляющая компания. Вот вся проблема в том, что у нас, видите, двое, две организации, которые отвечают за то же отопление. Эти отвечают до дома, эти отвечают в доме. Когда начинаешь обращаться, начинают разбираться, а кто виноват. Или не додают тепло, или система не отрегулирована. Здесь надо разбираться. Что делать в конкретном случае данной телезрительницы? Это аварийная ситуация, Виктор Иванович. В аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании стоит позвонить? Значит, первое что. В любом случае, что бы ни случилось в доме, по какой коммунальной услуге, да, обращаться необходимо в управляющую компанию? В аварийно-диспетчерскую службу. Аварийно-диспетчерская служба должна разобраться и сказать, это вина. Т-плюс, они не додают тепло, допустим. Или СКС, который не дает воду, поэтому у вас нет воды. Либо это вина управляющей компании, потому что здесь не отрегулирована система всего лишь. Поэтому в любом случае отвечает за все управляющая компания. Хорошо, если в данном случае вот женщина обращалась, не реагирует никак, можно ли позвонить вам или куда-то еще, чтобы все-таки решить проблему? Да, чтобы решить проблему. Первое. У нас есть муниципальный жилищный контроль. В каждой администрации района есть муниципальный жилищный контроль. Это та же самая государственная жилищная инспекция. Единственное, что эти инспектора не имеют права накладывать заскание, то есть штрафовать. Все остальное они имеют право. То есть, и они находятся рядом. К ним быстрее обратиться, они выйдут, составят акт о том, что да, действительно, стояки холодные, температура не соответствует. А человек тем временем платит за отопление, да? Естественно, вот когда они составят акт, это будет уже нарушение качества предоставления коммунальных услуг. И здесь, с этого момента, до тех пор, пока это не будет устранено, этот акт действует, и за это время должны сделать перерасчет. Спасибо, Виктор Иванович. Продолжаем общаться с вами, уважаемые телезрители. 202-11-22, и у нас есть звонок, мы слушаем вас. Очень внимательно, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Черновеченская, 14. Здравствуйте. У меня вопрос как раз по теме, по счетчику общедомоломов. Поставили счетчик без ведома жильцов, без ведома управляющей компании. И до сих пор управляющая компания не может получить документы на этот счетчик. Они говорят нам, уверяют, что они работают по этому вопросу. В 261-м законе написано, что тот, кто ресурсно-намчающая организация, должна подключать договор с жильцами, с собственниками квартир. И этого сделано не было. А получаем уже квитанции. А за что? Мы не уверены, что у нас счетчик работает, а что он вообще введен в эксплуатацию. Вот что нам делать? Спасибо вам большое, Виктор Иванович, помогите. Спасибо, да. 261-й федеральный закон, как вы цитируете, не до конца, правда. Потому что там есть дальше. До 2012 года вот тот порядок, о котором вы сказали, он действовал. Должна была ресурсно-намчающая организация согласовать с вами этот прибор учета и так далее. После 2012 года ресурсно-намчающая организация обязана установить прибор учета общедомовой и выставить счет собственникам. Точка. Это требование 261-го федерального закона. То, что в принципе Т-плюс и сделало. Другое дело, с самого начала, когда вот пошли первые квитанции, я вышел на Т-плюс с просьбой, а где документы по тем приборам учета, которые установили. Они меня заверили, что все документы они передадут в управляющие компании. Почему? Потому что на основании этих документов они обязаны были сразу это сделать. Сразу это сделать. Почему? Потому что эти приборы учета должны ставиться на коммерческий учет, и по ним уже собственники должны платить. Вот о чем речь. Если прибор учета стоит, но он не поставлен на коммерческий учет, реально, людям начисляют также по нормативу. И спрашивается, а зачем ставили этот прибор учета? Конечно. Он просто стоит и ничего не делает. Поэтому давайте, Чернояреченская, 14, я, если можно, я уточню эту ситуацию и управляющую компанию позвоню. Потому что, возможно, и управляющая компания что-то недоговаривает. Это тоже возможно. Я уточню по этому дому. Виктор Иванович, ну а как обратную связь наладить? Как с вами связаться? Озвучите, пожалуйста, какой-то, может быть, короткий телефон, чтобы можно было вот как раз данной телезрительности получить ответ. Тамара, 260-37-19, это мой телефон. Пожалуйста, можно позвонить и задать какие-то вопросы. Спасибо большое. И мы продолжаем. Прямой эфир дозванивайтесь, 202-11-22. По вопросам ЖКХ мы сегодня принимаем вопросы и слушаем очередного дозвонившегося. Здравствуйте вам. Добрый день. Здравствуйте. Приятного вечера вам. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос такой. Вот знаете, у нас напротив гаражи стоят. Ой, не гаражи, а эти, как, погреба. Да. И не можем мы никак подключиться официально. Кто может поднять этот вопрос и как можно подключиться? Мы счетчик поставим. Мы сделаем 36 вольт даже там, чтобы 220 платить за все. А 36 вольт. То есть вы хотите подключить электроэнергию, я так понял, к погребам? К погребам, да. У нас вот здесь на Старозагоре 267 Г, например, стоят погреба там. Но там подключали, но никак не получилось. Спасибо. Но это надо первое исходить из того, что ресурсоснабжающая организация... Это возможно вообще, Виталович? Мы, если есть технические условия, такие выдадят ресурсоснабжающая организация. То есть куда обращаться? Конечно. Потому что это их, это их, через их сети подключение происходит. Если вы хотите от дома запитаться, то это тогда надо с управляющей организацией говорить. И говорить уже с собственниками этого дома, чтобы они тоже приняли решение, что да, мы разрешаем. Потому что если сейчас подключится от системы домовой на эти погреба, да, то кто будет платить? Платить выходит будут все жители дома за содержание общего имущества. Есть электроэнергия на содержание общего имущества. И вот это вот все пойдет, весь платеж пойдет на жителей. Делится на всех жильцов, да. Наверное, это тоже неправильно. Потому что кто-то имеет погреба, кто-то будет пользоваться, а платить будут другие. Это надо будет ставить отдельный прибор учета и все остальное. Поэтому, во-первых, ну начинать надо с ресурсоснабжающей организации. Заявку туда, выдадут они тех условия на подключение. Вопросов нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, что ваш ответ более чем понятен. Ну а если не дозваниваетесь, задавайте вопросы свои. 202.11.22. Есть у нас еще один телезритель, который хочет задать вопрос. Виктор Иванович, вам. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела уточнить. Нам за февраль месяц ресурсоснабжающая организация увеличила плату в два раза. То есть, если я платила в январе 1900 за отопление, то мне за февраль принесли квитанцию 3900. То есть, на 2050 рублей плата увеличилась. У нас стоят домовые счетчики. Но почему-то платим мы по нормативу. Всю зиму мы замерзали. Почему увеличилась эта сумма на 2000, непонятно. Какой у вас адрес? Адрес какой у вас? Добрый вечер. Вопрос понятен. Какой у вас адрес? Мужский проспект 15. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Вот как раз должна произойти наоборот корректировка. Нет, смотрите. Первое, что если вы платите, как вы говорите, по нормативу, то у вас... Нет, по счетчику люди платят. Нет, нет, она сказала по нормативу. То 1900 у вас должно ежемесячный платеж быть. Потому что норматив один. Норматив умножается на площадь квартиры и получается объем. Это, допустим, 0,9, 1 гигакалория. Потом она умножается на тариф, получается сумма. Все. Если у вас стоит прибор учета, но вы платите по нормативу, то есть вы платите 12 месяцев. Мы начали говорить о корректировке. Что такое корректировка? То есть если на доме нет общедомового прибора учета, начисление производится по нормативу 12 месяцев. Все, точка. Никакой корректировки здесь нет. Так. Если на доме стоит общедомовой прибор учета, а люди платят 12 месяцев, то тогда расчет следующий. Берется прошлый отопительный период. Допустим, дом потребил за прошлый отопительный период 100 гигакалорий. Эти 100 гигакалорий делятся на 12 месяцев. И на следующий отопительный период равными долями 1,12 выставляются жителям. И жители платят одинаковое количество каждый месяц. Но период закончился, смотрят показания прибора учета. А он показал, что за этот период люди потребили не 100 гигакалорий, как они оплатили, а 120. Поэтому управляющая компания или ресурсоснабжающая организация делает корректировку. Уважаемые, будьте добры, вот за эти 20 гигакалорий доплатите. Вот это и есть корректировка. Или наоборот, 80 гигакалорий. Хорошо, мы разберем конкретный случай телезрительницы. Платили 1900, пришло... Здесь надо смотреть квитанцию. Вот 1900 и 3900. Возможно, 3900 это 1900 как по нормативу, и 2000 это корректировка. Такое возможно. Я просто... Виктор Иванович, вот куда обратиться сейчас вот конкретно с этим вопросом? Значит, если вы не согласны с начислением по любой из коммунальных услуг, вы имеете право обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Я почему опять говорю в Государственную жилищную инспекцию, потому что она всем этим занимается. И вы должны написать заявление. Прошу вас проверить правильность начисления платы за электроэнергию, холодную воду, горячую воду, за что есть, да? За такой-то период. Копию квитанции за этот период и за 2-3 периода предыдущих прилагаю. Виктор Иванович, если вся тенденция вот по этому адресу, в доме у всех квартир больше сумма, то это значит произошла корректировка. Значит, это корректировка, да, конечно. Понятно. Вот это вам на заметочку, уважаемые телезрители. Мы продолжаем общение. У нас есть еще один звонок. Внимательно вас слушаем. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дачная 37. Дачная 37. Так. У нас застарился полосец, и все стучные стуки идут в подвал. Подвал уже затоплен полностью. 23 марта давали заявку в СКС, управляющая компания. Но до сих пор ничего не сделано. Сегодня управляющая компания электронное письмо еще направила им. Но до сих пор никто не приехал, не почистил колодец. По словам вообще уже не дойдешь. Ясно. И в квартирах ужасно пахнет. Что нам делать? Спасибо, сочувствую в вашей ситуации. Что делать, Виктор Иванович? Я в курсе ситуации. Сейчас очень много проблем с отоплением. Как раз с подтоплением колодцев. Завтра я выйду на СКС по данному адресу, потому что у меня много обращений. Ко мне люди звонят. Я выхожу на СКС, и там решается. Потому что слишком много таких аварийных ситуаций. А бригад аварийных в СКС сейчас так мало. Поэтому вот такие вот проблемы возникают. Вообще ведь это аварийная ситуация. Должны приехать, чем 24 часов устранить. Но этих бригад не хватает катастрофически. Поверьте, я вот сегодня разбирался военный городок. Это Нововокзальная, Аменево и прочее. Московское шоссе. Там тоже самое. Колодцы на подпоре стоят. И такая же ситуация с запахами везде. Там группа домов. Значит, где-то там тоже проблема возникла. Сейчас вот решаем вопрос через СКС. То есть весенний период эта проблема актуальна, Виктор Иванович? Значит, это ливневки заполняют, забрасывают мусором. Они забиваются. И вот это все, вся эта ливневая канализация, она же идет в общий коллектор. Он забивается, и необходимо потом просто чистить все это. Да, ясно. Поэтому ситуация такая. Ну, а все-таки управляющая компания здесь не может помочь, а чистить никак совсем, да? Управляющая компания ни при чем, потому что это не граница ее ответственности, это граница ответственности СКС. Виктор Иванович, озвучите еще, пожалуйста, телефон для обратной связи, если вы завтра вот по этому адресу уточните, когда ждать аварийную бригаду. Телефон 260-37-19. Обязательно позвоните и узнайте по своей ситуации. Мы продолжаем. Да, после 10 часов только, пожалуйста, да. Да. Продолжаем прямой эфир. Есть еще у нас звонок, очень активный у нас сегодня телезрители. Спасибо вам. Слушаем ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. 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 Это вам звонят с улицы Дзержинского, 36. Пожалуйста. В чем у вас? Это многострадальные жильцы. Значит, одно... Ой, как сказать-то... Одного стояка. У нас нет отопления в санузлах целых пять лет. Нет отопления. Куда только ни писали, куда ни просили. Но все бесполезно. Несколько лет назад пришел сантехник и говорит, несмотря на то, что стояк бесплатно должен быть отремонтирован, он сказал так, подсчитал там какие-то фитинги, митинги, холдинги и говорит, вот с каждого этажа пожалуйте мне пять тысяч пятьсот рублей. Вот. И мы вам все тут же сделаем. А сантехник представился он откуда вообще? С управляющей компанией или откуда? С управляющей компанией. А какая управляющая компания, не секрет? Это старая была управляющая, сейчас у нас Квазар. Вот. И Квазар тоже ничего не делает, абсолютно. Ясно. Виктор Иванович, ну вот как поступить здесь? Значит, первое. Стояки – это общее имущество дома. За него, за их ремонт, вы платите по графе текущий ремонт. Поэтому первое, что если есть совет дома или общее собрание, вы должны заказать управляющей компанией этот вид работы на 2021 год. Решение о тех видах работ, которые должна выполнить управляющая компания в течение года, принимает общее собрание собственников. Ну, если такая проблема пять лет, ну, разумеется, уже. Это общее собрание может принять решение и делегировать эти полномочия по утверждению перечня работ по текущему ремонту, совету дома. Если есть совет дома… Ну, или старший по дому, да. Значит, они должны принять решение и заказать этот вид работы управляющей компанией. Виктор Иванович, ну, если не реагируют никак, что больше куда-то обращаться? Стоп, еще раз говорю. А я больше, чем уверен, что обращения не было. Не было. Вот по-одиночке где-то кто-то обращается, но вид работ этот не заказан, скорее всего. Потому что если бы он заказан был, управляющая компания должна отреагировать. Она в любом случае отчитывается о том, что она должна сделать, что она сделала по итогам года. Это вот январь, февраль, март, первый квартал управляющая компания отчитывается о своей работе за прошлый период. То есть здесь не просто, да, с каким-то обращением и с просьбой, а составить конкретный документ, где запланировать. Поймите, должен быть либо протокол общего собрания, либо решение Совета многоквартирного дома. И это является основанием для того, чтобы управляющая компания при формировании плана работ на год, она брала вот эти работы. И она их рассчитывает и говорит, это будет стоить столько-то. Все, вопросов нет. Работы пошли. Спасибо большое. Поэтому еще раз говорю, здесь или Совет дома не работает у них, или просто не заказываете эти работы. Но Квазар, не знаю я, насколько я знаю, они как-то откликаются вообще-то на такие просьбы. Я надеюсь, если кто-то слышит, может быть, с Квазара, мы подумаем, и завтра я позвоню им, уточню, что за ситуация такая. Была ли заявка вообще такая? Вообще, в принципе. Спасибо. Дальше есть у нас звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Матросова, 25. Вот вокруг все дома снег сбросили с крыши, на нашем доме лежит голыбами. И вот сегодня целый день ухает с крыши целыми этими. И вокруг подъезда нет, у подъезда тоже всего это один лед стоит. Спасибо большое. Этот вопрос тоже, конечно, да, у правильной компании. Проблема, да, начинается крыша, приходит весна, начинаются крыши. Вот сейчас снег все равно сойдет, я надеюсь, и управляющая компания почистит в любом случае, да, но потом начнется процесс протечки крови. Это проблема каждой весны, начнется протечка кровель. Вот здесь я тоже пользуюсь случаем, да, хотел бы просто напомнить. Да, давайте скажем, Виктор Иванович, мы проанонсировали этот вопрос. А столько много вопросов от телезрителей, мы не можем вам отказать, конечно. Но вот по поводу кровель, скажите, пожалуйста, какие дома будут отремонтированы в первую очередь? Я пока не могу сказать, какие дома будут отремонтированы. У нас дома первые идут, текущий ремонт выполняет управляющая компания, капитальный ремонт выполняет фонд капитального ремонта. То есть это капитальный ремонт мы не трогаем сейчас. Что значит текущий ремонт и капитальный ремонт? Текущий ремонт – это замена конструктива на 30%. Это текущий ремонт. Более 30% – это уже капитальный ремонт. Поэтому, еще раз говорю, поймите правильно, вот все работы по кровле, по стоякам, по отмускам и так далее, и тому подобное, необходимо заказывать управляющей компанией. Вот когда вы напишите протокол о том, что мы поручаем управляющей компании за наши деньги, что мы соберем в 2021 году, сделать то-то, 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 потом можно спрашивать с этой управляющей компанией. Мы вам заказали такие-то виды работ. Почему вы не сделали? И это обращение в ГЖИ пойдет по полной, это управляющая компания потом можно наказывать. Виктор Иванович, ну а вот здесь по конкретному вопросу телезрительницы, то, что все во льду, все падает, можно ведь и травму получить серьезную. Да все можно, травмы. Сейчас травма у нас и несчастный случай опять был нехороший. Поэтому, ну, первое, обратиться, ну, я сказал, муниципальный жилищный контроль. Есть. Государственная жилищная инспекция, но это долго. Первое, начните с муниципального жилищного контроля. Обратитесь в администрацию района, отдел ЖКХ, там сидит инспектор. Придите, скажите. Потому что я знаю, и управляющие микрорайонам, и административные комиссии, все ходят, смотрят, снимают эти кровли. Где кровля неочищенная, такое сразу поручение дается управляющей компании, и они стараются это делать. Просто, может быть, не успевают. Но в любом случае надо теребить администрацию и вот этот муниципальный жилищный контроль. Спасибо большое. И следующий звонок мы принимаем. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, я. Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос. Я в Владимирске, 3761, железнодорожный районный. Так. У нас такой, у меня такой вопрос. У нас провода очень низкие между домами висят. Вот скоро они оторвутся, и все наши окна полетят. Кто будет за это отвечать, не знает. Провода какие? Я ходила из дом управления, дошла, и Азарову по телефону звонили. Везде я их к Лапушкиной ходила. Я направляю в железнодорожный районную администрацию. Туда ходила, письма мне отвечали. Что за наш счет должно быть? На каком основании вы должны за свой счет, скажем, по 7-9, кто-нибудь заплатит? Залков нет. Спасибо вам большое за вопрос. Какие провода-то? Вот электрические или какие? Или интернет? Вы знаете, мы не знаем, какие провода-то. Понимаете? Ну, еще раз говорю, сразу говорю, что это не работа губернатора, это не работа главы города, потому что у них другие обязанности есть, да? За это отвечает управляющая компания. Если используется общее имущество дома, а здесь оно используется, то есть с фасада дома куда-то пошли дальше провода, значит, кто-то получал разрешение на их подключение. Либо управляющая компания это давала разрешение, либо кто-то самовольно подключился. Если это самовольно, управляющая компания должна все это демонтировать. Если это разрешение она давала, значит, там должны быть определенные условия, чтобы эти провода не свисали и так далее, не мешали жизни людей. Поэтому решать надо через управляющую компанию. Если она не выполняет, значит, жаловаться в ГЖИ. Спасибо, Виктор Иванович. Ну вот очень важный вопрос. У нас заканчивается время как раз по управляющим компаниям, что сейчас март месяц, помимо профессионального праздника, который отметили сотрудники ЖКХ. Я вас тоже поздравляю. Вы тоже причастны, Виктор Иванович, решайте такие вопросы насущные. Для управляющих компаний март это месяц отчетов перед жителями. Вот что важного нужно знать людям и где посмотреть информацию, как добросовестно или нет работает и выполняет свои обязанности управляющая компания. Значит, в первом полугодии следующего года управляющая компания обязана отчитаться о своей работе за прошлый год. То есть январь, февраль, март отчитываться должны за 2020 год. Значит, размещать всю информацию с 1 апреля они должны в ГИС ЖКХ. Но одно условие, мы об этом много говорим, договор управления многоквартирным домом. Вот мы модельный договор продвигаем, да, почему? Потому что в модельном договоре написано, что управляющая компания отчитывается о своей работе по следующим критериям. Сколько собрано денег, то-то-то-то-то-то и много-много. Если это в договоре не прописано, управляющая компания может дать три цифры. Собрано денег, из расходов на денег, остаток. Ну, это, конечно, не дело. Поэтому вот эти вот моменты обязательно нужно учитывать. Сегодня мы как раз вот вебинар проводили по этому вопросу. Главное, еще раз говорю, договор управления. Вот, чтобы все поняли, что все вопросы регулирования деятельности взаимоотношения с управляющей компанией только через договор. Спасибо. Последний вопрос мы принимаем. Быстро, пожалуйста, задайте его. Нам и Виктор Иванович Лаконич на ответе. Здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемый ведущий и уважаемый Виктор Иванович, скажите, может быть, это не по теме передачи? Если человек не проживает, почему он должен платить за мусор? Вот электричество не покапливает, электричество не платит. Как ремонт, понятно, это надо помогать. А вот мусор 152 рубля. Спасибо вам большое. Мы поняли вопрос. Вся проблема в том, что начисление происходит с квадратного метра. Вот сейчас, в 19-м году, в начале 19-го года, как только такого вступило в силу, я подал предложение в 354-е постановление. Нужно изменить 354-е постановление, добавить 6 слов. Тогда перерасчет будет. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, благодарю вас, уважаемые телезрители. Спасибо за ваши вопросы. Виктор Иванович, спасибо, что нашли время на них ответить. Всем всего хорошего. До свидания. И, конечно, будьте здоровы. Удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин